Идея создания международной рабочей группы возникла по причине острой необходимости проводить паспортизацию той части богатого наследия Азербайджана, которая еще не учтена, не изучена и пока не охраняется. Речь идет об уникальных христианских, мусульманских и иных памятниках регионального и мирового значения. На первом этапе ученые и исследователи осуществят пилотный проект в западном регионе страны. В рамках нашей поездки представители международной рабочей группы ознакомятся как с культурным наследием, так и с архитектурным наследием Азербайджана, этих регионов. В первую очередь речь идет о наследии Кавказской Албании, мечетях, кладбищах, гочдашах. Даже в одном маленьком регионе Азербайджана мы становимся свидетелями слияния, синтеза различных культур, религий. Все это, отмечает директор Центра истории Кавказа, важно в том числе и для развития туризма. Мало кто широко знаком с потенциалом Азербайджана в этой сфере. Хотя здесь можно встретить элементы культурного, духовного наследия христианского, зороастрийского, исламского и других периодов. История Азербайджана, вы знаете, она непосредственно связана именно со страной Албании. И я, как представитель этого христианского наследия Удины, сегодня сохранили культуру, наследие, язык, традицию. И мы на стадии того, чтобы возродить ту церковь, ту албанскую автокефальную церковь на территории современного Азербайджана. Необходима не только паспортизация, но и охрана и реставрация древних памятников и культовых сооружений, подчеркнули участники круглого стола в Баку. Эта деятельность будет осуществляться при координации научных и государственных учреждений Азербайджана. Примечательно, что инициативу поддержали и в ЮНЕСКО. Прежде всего, необходимо начать с научного изучения этих объектов, описания, каталогизации. Дальше, конечно, нужно учитывать критерии ЮНЕСКО при включении в список объектов культурного наследия. И далее, что самое важное, как показывает наш российский опыт, это включение местного населения. В первую очередь к реализации проекта будут привлечены механизмы, имеющиеся внутри самого Азербайджана. Большое число государственных структур, ведомств могут помочь и имеют силы и рычаги для этого, подчеркнул Резван Гусейнов. Пока же по итогам поездки в западный регион республики будут подготовлены статьи и фильм. Интерес к этой работе большой отмечают инициаторы проекта. Уже поступают предложения из ряда государств. Предлагается обмен опытом в планах расширения сотрудничества с ЮНЕСКО, Международным фондом тюркской культуры и наследия с другими структурами, специализирующимися в сфере изучения и защиты исторического наследия.